Всем привет, с вами был Оград Камни, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Мутационы. Соответственно, наливаем чаёк, осаживаемся поудобнее, и сегодня у нас будут атмосферненький ламповый контент. И давайте, как обычно, почитаем дневничок, перед тем, как начать серию полноценно. Так, пора на барбекю. Зря его, что ли, все так ждут? Ладно, было здорово. Всё очень вкусно и здорово, что все собрались вместе. И я, наконец-то, запомнил всех по именам. Вот тут вот на самом деле, Каи, надо со мной объединиться. Ну, можно с нами, кстати, тоже как вариант. Будешь подсказывать, если что. Тан и Мио позвали меня посидеть с ними после барбекю. Ну, ненавижу вставать на рассвете. Не а то на дело, что высплюсь за неделю без тренировок. Наверное, надо рассказать дедушке, как прошло барбекю. Кстати, да. Ну-ка, дедушка. Кстати, дедушку, по-моему, Ноно зовут. Слушай, а я больше тут ничего не могу делать, да? То есть, вот они сейчас ушли, и я всё уже в прошлой серии сделал. Да, я уже всё в прошлой серии сделал. Окей. Ну, тогда идём к Ноно, получается. Так, ну, как обычно, у нас мутационка будет идти 25-26, там, плюс-минус минут. Все остальные игрушки, пока ещё не уверен. Можно по фану включить музыку тут, вот-вот-вот. Но, чё-то не вариант. Здорово, Ноно. Ну да, я с ним уже могу это всё. Вот ты где. Да, я тут. Ну что, как тебе наше знаменитое вторичное барбекю? Прикольно, чё. Рассказать о других, рассказать, что другие рассказали о дедушке. Слушай, ну, вообще, на самом деле, мне интересно. Ну, и с другой стороны, рассказать о других. Ну, давай о других расскажем. Ага, мне понравилось. Всё ужасно милые. Бобик хочет в группу к Милу и Тану. А, вот как. Я ещё не был на их выступлениях. Зря. Тебя надо там побывать. Хотя, хотя я сам не был, кстати. Хотя, разумеется, я прекрасно представляю себе музыкальное предпочтение Милу. Кстати, она достаточно тихая, ты не прав. До меня долетает. Бобик ещё ребёнок, правильно? Ещё бы была Айлен. Бобик. Ну да, была бы ещё Айлен, было бы прикольно. Мне она нравится. С ней так легко общаться. Ну вот, потому она так ловко управляться салоном. Да, с ней гораздо проще, чем с морем. Она была довольно грустная. Ну, деду и без этого хуёво. Чё, мы ему ещё будем про это говорить? Ну, может быть, он нам чё-то... Чем-то поможет. А точнее, с растениями какими-нибудь, я не знаю. Она была довольно грустная. Да. Она говорит Берту, уговорит её переехать. А она, как я понимаю, не хочет. Не знаю. Да, неприятно. Губерт никогда не был дипломатом. Но раньше они были очень счастливой парой. Счастливый. А Губерт авантюрист. Она уверенная в себе женщина. Они дополняли друг друга. Кто его так озвучил? Вот так... Жесть какая-то. Представляю, как ты устала. Ну, вообще, на самом деле, не очень. Потому что я всё-таки не всё залпом прохожу. Хотя, был бы это, допустим, стрим, я бы всё залпом прошёл. Был бы прикольно, наверное. Но народа бы не было. Так что такое. Ну, всё, не буду тебя задерживать. Иди ложись спать. Спасибо за рассказ, девочка моя. Так приятно чувствовать, что я снова с ними. Ночь. Ну и что? А я что, всё это время тут стоял, что ли, и пялил на него? Как я понял, мне можно пойти поспать. И как я понял, мне можно пойти ещё поугарать с кем-то, да? Допустим, с Милу. Нет? Ну, наверх я подниматься не буду. Я думаю, что там что-то интересное есть. Кстати, можно реально сейчас дневник прочитать? Почему бы и нет, казалось бы. Можно ещё пойти, кстати... Они что, реально, что ли, все спят? А зачем мне тогда вообще разрешают куда-либо уходить? Так, давайте тогда пойдём к желешке. Как обычно. Тут вообще никого? Вообще никого. Ну, народ, ну, не... Ну, алё. А где все? Желейка. Здорово. Мне нужно продолжать работу. А подожди, а это получается ночью? Я должен уже обязательно спать, что ли, да? То есть вообще как ни крути. Я ничего никого там не пропускаю, я не знаю. Просто это... Ну, не знаю, странно как-то. Давайте посмотрим, если они тут ещё будут сидеть. А тут никто уже не сидит. И... Короче, хуй с ним. Хуй с ним. Пойду спать. Считайте, я устал. Всё. Иду спать и рот выебить, что там будет происходить. Хотя, на самом деле, можно было к ёвке забежать. Но это уже прям совсем возвращение. Ладно, не будет никого там будить. Всё, я спать. До свидания. У нас крепящая кровать. Среда. Рассвет. Эй, Кай. Пиздец. Такой скримак ощущение. Ну, хотя на самом деле, когда тебе будет некотян... Слушай, что-то в этом есть. Милу, продолжай, мне нравится. Эй, Кай. Что такое? Кто? Что? Кого? Чего? Чё такое? Дорога к Тайному озеру. Я принесла карту, как дойти до озера. От архива направо, поняла? Ам-м-м-м-м-м. Пиздец. Так, ладно. Ну, я надеюсь, что пойму. Извини, я обязательно приду. Ага. А почему извини? Почему извини, я не понял. Тише. Ага. Утро. Так, подожди. Так, нет. Вот, вот, вот. Ладно, сначала с Нона. Хр. Ну, ладно. Всё, он спит. Всё. Нона ничего не видит. Так, подожди. Я на М нажимаю. Хотел карту открыть. Так, это мы пока не читаем. От архива направо. Архив это шестёрочка. И потом сюда. Так тут... Возможно, на восьмёрку, да? Джунгли. Может быть, туда? Нет времени объяснять. Идём к ней. Подожди, а... Это утром, получается, всё должно быть? Утихо, господи. А ещё и музыка такая пошла. Блин, жалко, что тут не всегда музыка играет. Я надеюсь, я сейчас не проебусь. Потому что я обязательно должен пойти туда. Вот как ни крути. Это моя обязанность. Ну, зайдём перед этим к Йоке. Я... Я всё. Архива направо. Йоке, здорово. Чё, как оно? Доброе утро. Что это я слышу? Ты, правда, превратила печальную пустыню над домиком Йонона в прекрасный оазис? Ну, я там, на самом деле, ничего такого не сделал. Ну, а как вы услышали? Откуда вы это узнали, наверное? У нас мутационные секреты долго не держатся. Мне и море говорило. И Миу, по сути, сюда тоже... Тоже говорил. Может быть, и загадки... Может быть, и загадки энциклопедии стали немного понятнее. Заговорить про барабан, заговорить про символы. Ну, барабан я понял, а вот символы нет. Чё такое символы? Знаете, те маленькие значки... Я точно не знаю, но я сейчас подумала. Понимаю, как тупо это звучит, но мне кажется, что я слышу растения. Может, символы обозначают какие-то звуки, издаваемые разными видами? И... Кай, я бы никогда в жизни не назвал тебя тупой. Но сейчас я поправлюсь. Спасибо, что доверилась мне. Дедушка мне ничего не объясняет. Это так странно, в голове не укладывается. Так, надо на дедушку наебетничать, Йокки. Мне дед ничего не говорит. Так, подожди, Йокки. Я думаю, ты слышала, что местные рассказывают про твоего дедушку. Но ты, наверное, думала, что это просто сказки. Ебать-то, какие-то паузы делаешь. Однако здесь и правда немного иначе, чем ты думала. Привык. Практики Нона обращаются к самой природе. К ее балансу и силе. Выразить легкомысленно, выразить сомнения. То есть, я ничего не испорчу. В смысле? А? Природа обладает великой властью. Она прекрасна и смертоносна. Притягательна и страшна. Ну, ты должна доверять, Нуна. Я. Ну да ладно. Какие у тебя планы на это чудесное утро? Я ищу Милу. Собираюсь искупаться, я ищу Милу. Я ищу Милу. Ну вот как. Она завезла меня в архив, а сама двинулась дальше на восток. Направо, короче. Сегодня у нас годовщина одного события. Пусть эту историю расскажет кто-нибудь другой. Но знаешь, что она очень печальная. Хорошо, что Милу будет не одна. Все. Пойдем к Милу. Хотя подожди, давай еще что-нибудь с ним поговорим. Ты что-нибудь мне расскажешь? Обязательно заходи, как будешь возвращаться. Может я даже смахну пыль с клавесина и что-нибудь тебе сыграю. Кстати, интересный момент. Вот тут смотри как. Так, если я сейчас вот пойду к Милу, то что получается? Я сразу скипну весь этот момент или нет? Но мы это сейчас узнаем, когда подойдем к ней. Может и скипну, если, допустим, там время будет. Да и к тому же мне очень интересно, что там будет происходить. Я именно поэтому туда так. И сразу дорванул-то. Хотя к Йоке надо было обязательно зайти. Оба. Айлин, а ты тут что делаешь? Вот Милу сказала где-то тут. Какой же сегодня свежий воздух? Я сразу поняла, что дома не усижусь. У тебя такое бывает? Прямо так захотелось. Свежесть я не знаю. Настоящая жажда. Да, наверное. Да, я тоже люблю утреннюю свежесть. Когда встаю по утрам. Если встану по утрам. Ну ладно. Решила вот набрать ягод. Из них получается такой ароматный чай. Кстати, интересная тема. Кстати, Милу тут тоже проходила. Ты ее ищешь, да? Думаю, ты легко ее догонишь. Она пошла на восток болотом. Блядь, Милу что-то как-то не пытается скрыть тот факт, где она находится. Если бы на самом деле Тан был бы не долбоебом, он бы давным-давно бы нашел куда бы. Она там уходила, кстати, попугай. Точнее, не попугай, а пуф. По-моему, так зовут эту птицу. Или пуфин, или как-то хуюфин. Если хочешь, заходи ближе к обеду в салон. Спасибо. Что за хуйня такая? Подожди, подожди. На превышку пойдешь? Иди, иди туда. А тебе похоже, что ли, что ли? Ну, пиздец. Не знаю, что еще сказать. Обидно было. Как я понял, Милу находится вот тут вот, да? Где? Глава 3. Джунгли. Продолжить. Типа она тут находится, да? Да что, тут вообще летает? Слушай, мне эта игра напоминает одну анимешку Мастер Муши. Ну, вот просто тупо свою вот эту вот вся атмосфера вот этого, всей залопы, которая тут летает. Не знаю, мне это так вот... Мне это просто так прикалывает сильно. Семечка протеяйца. Хм, протеиновые яйца. Кстати, вот они на превышку пойдут у меня, вот эти пацаны. Точно пойдут на превышку, я тебе говорю. Могильного червя. Какой же тут прям рай. Фантома, семечка фантома. Интересное, блять, растение, конечно, фантом. Уссука. Это такое же растение, как... А, ну, в принципе-то понятно. Яйца ящера. Я что-то тут вообще угоряю. Я в этом случае не заблужусь. Слушай, смотри, тут прям показывают, что раньше тут была достаточно такая большая цивилизация. И после того, как сюда влетел какой-то метеорит, тут произошел такой артикальный пиздец. Все мутировали. О, там был ящерец, что ли? Хм, ну ладно. А где она? Ты меня, случайно, не наебала? Миво? Мы же с тобой, это, друзья. Друзяшки. Ты смотри, не наебывай меня. Мне тут еще каждый, блять, России не собираем. Слушай. А, ну это, наверное, показывает мне специально, чтобы я такой нихуяся, как все весело и прикольно. Так, плачущая Ива. Тут можно было взять еще какую-нибудь херню. Но это потом на обратном пути все возьмем. Я мог еще с другими поговорить, но... Видимо, не судьба. Мог бы к кошелешке подойти. Семечка скалолаза. Закрыта. Что это такое? Такая прозрачная вода. Где-то болото, оно не может быть прозрачным. А может и может быть. Не знаю. Но болото, по-моему, никогда не должно было быть прозрачным. Просто, ну это как-то бредово звучит. Кая-то точно там не обдурилась? Чем-нибудь. Так. Самое интересное то, что мне отдельно это как главу следующую подчеркивает. Вот эти вот джунгли. Сколько же тут растений? Я, правда, уже даже не знаю, что на превьюшку-то можно отнести. Так много всего всякого интересного. Ну ладно. Горячие источники у нас получается будут. Если это горячие источники, ну я, в общем, пошлю окупаться. Все. Ой, что это такое? Неплохой велик. По-моему, хуевый. Бачок потик. Ярик. Ярик пиздец. Или как там было? Он яйцами пёкнулся. Пизда велик. А, да, точно. Вспомнил мемчик. Пизда велик. Он яйцами пёкнулся. А сзади столько места. Типичная машина. Опа, пиздец. Слушай, я уже в одной игре видел вот это вот оленя. И в этой игре вижу оленя. Это чё? Это какая-то подсказка? Я не знаю. Мне чё-то в жизни нужно изменить. Может, я сам позитив ей в жизни олень? Здорово. Кай. Стой на месте. Нет, не подходи. Зря это делаешь. Зря. Ну ладно, он убежал. Уже не первый раз такую хуйню замечаю. Музыка прям такая была, как будто второе предшествие, блядь, пришло. Я типа за ним могу пойти, да? Слушай. Так, подожди. Она там поугароживали. Так, подожди. Бинго. А вот и секретный проход к Тайнному озеру. Здорово. Да, и можно с ней сразу поговорить и всё это... Блин, ну я даже не знаю. Я бы ещё бы хотел. Ну ладно, считайте, это мой прокол. Я не предполагал, что такое дерьмо будет. Нет, предполагал. Ну и в общем, ладно, не важно. Так, здорова. Миво. О, ты меня нашла. Отвесись, Сергей. Ой, шутливо. Ага, мимо архива, а потом свернул налево около здоровенной белой лани. Белая лань? Это было что-то невероятное. Она так спокойно стояла. Такая огромная, но почему-то было совсем не страшно. Странно. Я думал, и я тут всю дичь знаю. Но белых лани ещё и не видела. Удачно, что она тебе подвернулась. Пацаны, у нас группа лучшечка сейчас будет. Давай сюда, водичка тут просто чудо. А, это не опасно? Ну, а там не холодно. А там не холодно? Я слишком привыкла к бассейнам. Если хоть немного двинешься, то нет. Ну, точнее, будешь двигаться в воде, и то и будет не холодно. Ну, ладно. Ну, тогда я... Так. Ну, так окей. Ладно, прочитаю. Так уж так. Ну, ладно. Тогда я к вам. К тебе. Опа! Слезари просто мимо угорают. Так, подожди. Это явно у нас на превьюшку пойдёт. Ну, вот видишь. Да, вода просто супер. Мне тут очень нравится. Просто релакс. Знаешь, я сюда ещё никогда не приглашал никого. Почему? А почему меня пригласила? Ну, звать Тана было бы как-то неловко. Я ему и про это и говорю. Он просто, блядь, полудурок не понимает. Клейр и Айрин очень хорошие, но у них вечно столько дел. Ещё мне нравится плавать одной. В воде я как будто исчезаю. Сказать, что в воде комфортно. В воде я чувствую себя свободнее. Я в воде настоящая. Понимаю. Насаждаю. Заебёте со своим. Понимаю. Тебе нравится твоё тело? Я высокая даже слишком, но это хорошо для плавания. Техника лучше. Я высокая даже слишком, но это хорошо для плавания. Техника же лучше. А тебе что, не нравится? Мне нравится, что я сильная и хорошо держу равновесие. Но я сама не знаю, как я должна выглядеть. Родителей я не помню. Как сказать? Я знаю, что я объективно странный. Слушай, Мио, если бы ты была бы вот в нашем мире существовала, то я не знаю, ты, блядь, была бы там царицей красоты, просто потому, что неэкотиан, это самые великие существа вообще на этой планете, которых нету. Но, как говорится, второе пришествие, точнее, первое пришествие себя долго не заставить ждать. Некоторые тебя даже подражают. Ну, я бы на самом деле не удивился, если бы кто-то брал вот такую вот херню, прям вот, аласный, блядь, костюм и надевал ушки. Высокая. Ну, ладно. Но, какая разница? Вроде все равно. Где? Кстати, сад Ноны явно похорошел. Я его уже давно не трогал. Точно, он же как раз перед твоим домом. Он тебя не раздражает? На всякий случай. Мне очень нравится. Раньше Ноны ухаживал за всеми садами в городе. Он и с моим помогал. Тут вокруг много мест, где раньше были сады. У тебя был сад? А что ты выращивал? Травы, маринадов, всякое такое. У тебя был сад? Это был, огород. Я выращивал овощи, зелень. Вот типичный хищник. Она ест и то, и другое. Точнее, всеядный. Знаешь, где архив? Ну да, конечно знаю. Прямо перед ним. Ты раньше там жила? Ну, естественно. Извини, сегодня плохой день для таких разговоров. Давай еще немного полежим в воде. Я даже не знаю, что из... Ой! Даже не знаю, что из этого поставить на превьюшку. Тут все так прикольно. Все картинки с Миву, знаешь, просто тупо возьму, сделаю превьюшку, где до хуя еще будет Миву, и все. И скажу, рай для неко там фанов. Неко фанов. Вот, вот все. Уф, сука, придумал, что буду делать. Видела по пути старое здание? Ну да, а что? Я видела надпись Новотех. Ну да. Меня часто видел вывески с этим названием. Все это построили до лунного дракона. Мы ходим в старые здания собирать материалы для строительства, ну и так далее. Знаешь, некоторые из них просто нереально огромные. Даже не представляю, сколько здесь было людей. Ты как-нибудь погуляй по развалинам? Тебе понравится. Я. Спасибо, что показала мне свое тайное место. Неужели эта комета реально убила всех? Да, интересный вопрос у тебя. Спасибо. Спасибо, что показала мне свое тайное место. Не за что. Всегда приятно видеть новые лица. Я. Меня вот эти три тучи на самом деле напрягают. Думаю, мне видно, что... Думаю, по мне видно, что я одиночка. Но здесь меня всегда ждет вода, животное. И никто это у меня не отнимает. Напевает. Мелодия меланхония. Уйтих, господи. Так, народ, подождите. Я, конечно, все понимаю, время идет. Может, вы там заняты. Время, чаепития. А что, все в смысле? В смысле? Я хочу большего. Мил, обещаю тебе в следующей серии либо даже сейчас я тебе сделаю мелодию меланхолия. Я надеюсь, что я найду эту штуку. И обязательно у тебя будет прям перед садиком такая херня. Ого. Блин, а я хотел чай попить. Ты чего? Это просто старая мелодия. Я все хочу придумать к ней слова. Но ничего не не подходит. Пусть будет сама по себе. спасибо, что составила компанию. Тебе спасибо, что пригласила. А, нет, за что. Три тучи. Наверное, пойду обсохну на солнце. Ты и так обсыхаешь. Если что. Полдень. Я тут, да, нахожусь? Семечка. Семечка. Тех, чё такое? Оказывается, я так соскучился по воде. Блин, уже на самом деле 22 минуты, я бы хотел бы сделать ей подарок, мил. Я обязательно сделаю, вот просто как ни крути. Так, споры лишайника, гриб, опа, грибочки. Но я обязательно сделаю меланхоличную вот эту вот музыку около мил. Надо найти ещё и старый дом, на самом деле. Ну, ладно. Я не могу дальше пройти вглубь, так сказать. Могу? Надеюсь, тут ничего такого не будет. Ну, чё? Ну, походу, это топик, да? Видимо, это топик. Эх, ну, ладно. На самом деле, не такое прям тайное место, я думаю, я бы нашёл. Талань. она ведь мне не привиделась. Да нет. Но хотя, даже если привиделась, то какая разница. Прикольно, лань зато была. Хотя, мне показалось, что это был не лань, а олень. Одно скоростной, видимо, кто-то забыл затормозить. Пиздец, смешно. До этого ты, кстати, говорил, что прикольный велосипед. Ты изменила мнение, что ли? Блин, я не знаю, тут слишком много всяких картинок было прикольных, которые я бы куда-нибудь вставил. Ну, я имею ввиду привёшку. Так что, не надо там думать. Высоко. Ну что, идём в огород? Или что? Ну, у нас времени уже не так много. В огород бы я хотел ещё пойти. Можно ещё заодно попробовать найти... А, нас точно. Йокер же ещё просил к нему зайти. Ну ладно, давайте к Йокер зайдём. Семечка какой-то хуйни в очередной раз. Я просто не могу это... Вот, семечка лилии черевоводной. Ну, хотя, вот это ладно, это окей, это можно было прочитать. Заебёт. Мне этот волос специально в глаз попадает. Высоко. Я тут сижу, угоряю над этим. Ну чё? Блин, тут такие прикольные пацаны иногда бывают. Вот чё это за хуйня? Паучёк. Либычёк это за лупень. Я тебе говорю, это максимально похоже на мастер-муша. Если не смотрели эту анимушку, то просто обязаны её посмотреть. Это там не какой-то там Сионан, это просто атмосферненькая такая вот анимушка. Очень прикольная. Ну чё? Ну, нас никто не встречает, странно. Блин, так долго доходить? Почему тут нету, кстати, телепортации? Допустим, вот на пятёрочку хотел бы. На пятёрочку, на шестёрочку куда-нибудь. Обычно в таких играх есть телепортации, но тут мне приходится всё это пробегать. В принципе, я только за. Так, подожди. Я только за, потому что это прикольно. Ты, когда один, допустим, ты вот это всё пробегаешь, и тебе реально становится весело от этого. но когда ты снимаешь, всё-таки каждое время на счёту, и некоторые вообще могут сейчас скипнуть этот момент. Но я, в принципе, затыкаю вот такие вот паузы своим голосом. Так что нормально. Сколько у меня уже этих семечек, пиздец, Кай, куда? У тебя даже рюкзака нету, куда ты их всех надеваешь? Эти семечки, они маленькие, так-то по идее. Можно и в карман кинуть, но они там потеряются, да и к тому же не все семечки маленькие. Так, Юки, ты меня звал? Ебать. Надо как-нибудь спросить Юки, нельзя ли мне посмотреть эти записи. Какие? Такая красивая золотая отделка. Юки, научи меня такое. Такой звук, как из прошлого. Ого. Прекрасный инструмент, не правда ли? Ну это вроде фортепиано, либо пианино. По-моему, это фортепиано. Если это не одно и то же. Ну, по-моему, это не одно и то же. Я занимаюсь уже не первый год. Вам надо играть с группой. Вы нашли его здесь в архиве? Но группа там более такая. Ну, хотя на самом... Нет, надо играть с группой. Тано только, исключите нахуй. Боюсь, Спайку, Милу и Тано клавенсилинт. Клавенсилист. Не требуется. Клавишист. Хотя, клавенсин вывел бы их на новый уровень. Это, кстати, да. Как уже вывел меня. Это одна из причин, почему я так уважаю манию. Ее беспокоило не только физическое состояние нашей общины, но и моральное. Ну, которая духовная. Она последовательно сохраняла все, что находилось в книге, различные артефакты или инструмент. Что вы играете? Она это делала, когда срыла мотационное, да? Нет. Что вы делаете? Точнее, что вы играете? В воображении Баха. В реальности нечто несколько более доступное моим способностям. Разумеется, в числе прочего я интересуюсь историческим контекстом выбранного инструмента. Есть что-то? Это помогает играть? Немного помогает. Но, должен признать, считать мне нравится больше, чем заниматься. Наверное, самое интересное это история происхождения клавесина. Видимо, это не фортепиано и не пианино, а клавесин. Постепенное совершенствование конструкции. Сегодня мы смотрим на музыкальные инструменты как на данность. Но когда-то каждый из них был предметом постоянных экспериментов. Эксперименты, блять, рубрика экспериментов. Взять хотя бы семисто клавесинов. Да, это клавесин. В него входит еще Virgenel, Spinnet, Clovis C3O, блять, ебать, короче, да. Также особо необычный архи клавесин. Любопытно. Ну что ж. Ну что ж, если я хочу отдать должное всем работающим над этим инструментом, мастерам надо заниматься. Короче, ладно. Понял, Юки, я тебя понял. У нас времени уже кончается, я хотел... Нет, у нас уже время кончилось. Короче, видимо, в следующей серии все это сделаем. Тихо, тут очень прикольная музыка, поэтому останемся тут. Около вот этого динозавра. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, и всем до скорых встреч. Блин, тут Милу сидит, а я хочу с ней поговорить, но нет. Все в следующей серии, народ. Всем спасибо за просмотр, всем пока.